Всем привет! С вами канал Движение Жизнь И вы наверняка не ожидали здесь такого видеть Но так как многие просили, сейчас будет обзор по косметике китайской Для вас, наслаждайтесь! В общем, сама я китайская косметика раньше не пользовалась В основном я брала в магазинах, там, синий слон Ну, такую более профессиональную косметику И, честно говоря, относилась скептически Ну, я просто аллергик, и для меня пробовать что-то новое в плане косметики, там, кожи, это немного специфично Ну, решили рискнуть, попробовать И скажу, что была приятно удивлена данной косметике Ну, сейчас мы с вами все более подробно разберем Так, начнем мы, пожалуй, с кремов Тут бардак устраиваю Которые мне понравились Довольно-таки крема Дешевые, при этом Очень питательные Вот можно посмотреть Консистенцию крема Он такой не белый, он прозрачный Но когда размазывается, он очень питательный Текстура довольно-таки Я бы не сказала, что легкая Такая жирноватая немножко Но когда впитывается Но она очень быстро впитывается Вот, и ощущение уже легкое Тут я взяла несколько вариантов кремов Мне было интересно, отличаются ли они чем-нибудь вообще То есть, или просто внешним оформлением Вот, оказалось, что они действительно отличаются То есть, запах розового чубика Ну, в смысле, с розами Чубик Реально пахнет розами Что меня довольно-таки удивило А здесь у нас с зеленым чаем И с рябиной Вот Так, дальше Следующее, что мы с вами разберем Это подводки Ну, я уже их показывала Покажу еще раз Водостойкие подводки Сама подводками редко пользуюсь Но тоже бывает Можно посмотреть Нанести Вот этот, получается, нужно взбалтывать Хорошенько так Потому что он Если просто им наносить В течение того времени Пока наносит на глаз Он подсыхает То есть, его нужно периодически встряхивать Запаха, кстати, вот у этого нет Сейчас вот посмотрим на этот У этого есть запах Но такой Не сильно резкий, но есть Так Дальше Сейчас она подсохнет И можно будет посмотреть Постирать ее чуть позже Следующее Это у нас Румяна Румяна Довольно-таки Супучие То есть, хороший забор У румян Вот При нанесении То есть, не Вы не будете как матрешка Такое легкое нанесение у него Текстура очень Легкая И сухая Следующее, что мы с вами рассмотрим Это тени Вот такие вот тени Я взяла Ну, одни из Я их, правда, уже пробовала Текстура у него Довольно-таки Маслянистая Но Забор Очень маленький Кстати Наверняка возник Вопрос Что такое Забор Это не тот Который на улице Это просто Как бы сленг Между Когримерами Поэтому я уже по привычке Его использую Это Густота И объем Взятия краски На кисти Вот Как бы Как-то так Ну Довольно-таки Неплохие тени Многие наносят Такие на кончики Глаз В принципе Держится нормально Я ходила Где-то часов Двенадцать с ним И Они были Как нанесенные Вот только что Мне даже поправлять Ничего не пришлось Так Следующее Но пришлось Постараться То есть Так Максимально Поднаносить Ее Следующее Это вот Такие Вот тени Начнем Мы с маленьких Наверное Палеток Так удобнее Будет Здесь Они Суховатые Но при этом Забор у них Вот Хороший Очень Хорошо берутся Краски Краски Тени Вот Наносятся Но такой слой Прозрачный Получается Вот Ну Это Такие же Получается Я взяла Просто Разного Цвета Так что Я думаю Смысла Уже Их Смотреть Нет Переходим К следующим Мы открыли Эти тени Сейчас Мы посмотрим Какая у них Текстура У них Текстура Тоже Маслянистая Но при этом Она Не такая Прозрачная Как Предыдущая Палетка Вот Это вот То есть У нее Нанесение Более Плотное Хоть Текстура Маслянистая Но при этом Если Вот Посмотреть Уже После Нанесения Она Не Мажется Вот Эта Точно Такая Же Только Другого Цвета Следующая Это Вот Такая Палетка Сейчас Посмотрим Какая Она Я думаю Что В принципе У них У всех В основном Текстура Такая Более Маслянистая Кстати А вот Это По плотности Даже Больше Чем Предыдущая Палетка То есть Вот Это Нанесение У него Более Плотное Ну Мажется Но Не так Сильно В принципе Если Глаза Не тереть Так Следующая У нас Кстати Запах Вроде Такого Нет Приятный Запах Слабенький Следующие Палетки Которые Мне Очень Понравились Это Вот Эти Вот Здесь Разные Цвета В основном Консистенция Одна и Та же У них Текстура Очень Бархатная И Что Самое Главное Это Один раз Нанесешь На кисточку Проведешь И уже Полное Покрытие Стопроцентное То есть Кожи Абсолютно Не Не Видно Ну Это Я Плохо Нанесла Вот То есть Полностью Стопроцентное Покрытие И Я С ним Ходила Тоже В течение Где-то Восьми Двенадцати Часов Я Ничего Не Осыпалась Ничего Не Смазалась То есть Мне Не нужно Было Поправлять Макияж То Что Мне Тоже Очень Понравилось Так что В принципе Те они Годные Так Теперь Я Наверное А ну да Мы же решили Посмотреть Насколько Мажется Вот эта Вот Подводка То есть Она Как бы Может быть И стирается Если очень Хорошо Ее тереть Но Не так Сильно Если Там Постоянно Не тереть Глаза Не трогать То Она Реально Водостойкая Ее Очень Сложно Смыть Сейчас Пойдем Это Пытаться Делать Так Что Я Еще В прошлый Раз Брала Это Тухи Точнее Туалетная Вода Ну Запах У него Такой Сладенький Быстро Уветривается Ну Это Туалетная Вода Вот Вот Эти Вот Очень Сладковатые Но Мне Такой Запах Нравится Я Их себе Ставлю Ну Было Их Больше Конечно Но Я Уже Часть Разгорела Так Что Это Уже Что Осталось Ну Я Думаю На этом Застрять Не надо Сейчас Посмотрим Что Мы Еще Взяли Так Что Мы Взяли Это У нас Шампуньки Маски Вот Маски Кстати Мне Очень Понравились Шампуньки Но Сейчас Мы Посмотрим Давай С шампунем Начнем Консистенцию То Есть Она Такая Жиденькая Кстати Вот Это Более Плотная Консистенция Чем Вот Алоэ Вера Алоэ Алоэ Вера Вообще Прям Жиденькая Вот Нужно Посмотреть Ну Мне Понравилось Но В принципе Шампуни Неплохие То есть После них Никакого Никакой Там Перхоти Еще Чего-то Такого Нету Вот Блин Ну Это Запах Мне Нравится Оливки Прям Запах Восхитительный Просто Он Напоминает Острова Да Ну Вот Сейчас Мы В принципе Его Уже Открывали Посмотреть Вот Консистенцию Как это Все смотрится Ну Запах У него Тоже Классный Ну Вот Эти Все Которые Мы Взяли Что Дорожь Это Вставлю Все Дай Салфетки И Роза Сейчас Посмотрим Какая У нее Консистенция Ну Я думаю По Консистенции Плюс Плюс Минус Они В принципе Почти Одинаковы Но Роза Погущая Конечно Запах Тоже Офигенный Что Я хочу Сказать Про Эти Шампуни Что Они Очень Слабо Пеются То Ну Я люблю Когда Пены Много И Приходится Насить Довольно Достаточно Больше Средств Чем Я Нанешу Обычно Следующее Это У нас Маски Маски В принципе По внешнему Виду Они По-моему Почти Все Одинаковые Даже Да Вот По крайней Мере По цвету Мы Видим Что У Оливки Более Густая Консистенция И Роза О Роза Другого Цвета Роза Еще Не Видела Но По Запаху Они Разные Роза Тоже Классная Я Пробовала Только Пока Алоэ Вера Но Мне Понравилось То есть После него Волосы Легко Подаются Расчесыванию И Очень Мягенькие Вот Так Ну Все По Обзору В прошлый Раз То Что Мы Купили По Косметике Я Вроде Все Рассказала По Новой Косметике Которую Я взяла В этот Раз На Продажу Получается У нас Есть Вот Такой Вот Скраб Он Мелкодисперсерный Гелевый С охлаждающим Эффектом И Наносится Он Не на Влажную Кожу Как Большинство Обычных Скрабов А На Сухую Кожу Удаляет Амертвежшие Клетки Кожи Вот Ну В принципе Неплохой Скраб Я Прошлый Раз Пробовала Мне Понравился Так Что Еще Ну У меня Присо Сейчас Скрабов Много И Я Вскрывать Не Буду Пробовала Я Вот Там Так По Вот Этому Вот Крему Крем Для Лица Вот Крем Довольно Таки Легкая Текстура Он Подойдет Более На Весну И На Лето То То Есть Он Не Впитываемость Хорошая Умывалки У нас Салоэ Вера С заживляющим Эффектом Сужение Пор И Очищение Черных Толчек Так И Черная Маска Моя Любимая Ну Я До Этого Тоже Пробовала Черную Маску Мне Она Очень Понравилась Здесь Я Еще Не Пробовала Не Знаю Какая У нее Консистенция Тогда Сейчас Все Это Здесь И Попробуем Такую Нужно Вскрыть Вот Моя Закончилась О Довольно-таки Классная У нее Густая Текстура Запаха Никакого Резкого Нет Мне Уже Интересно Сейчас Смоем Себя Косметику И Начнем Пробовать Маску Перед Нанесением Черной Маски Нужно Кожу Почистить Смыть Всю Косметику Я Это Делаю Мицеллярной Водой Вот Сейчас Ну Прошлая Маска Которой Я Пользовалась Она Очень Классная Очень Эффективная То есть После Первого Применения Уже Видны Результаты Вот Поэтому Я На Эти Черные Маски В принципе Подсела Сейчас Посмотрим Как У нас Эта Маска Себя Проявит Сейчас Кожа Подсохнет И Будем Пробовать Текстура У него Довольно Таки Плотная То есть Есть Вот Черные Маски Которые Такие Прям Легкие Легкие Но Вот У этого Прям Плотные Классно Хорошо Ложится Мне Такие Маски Обычно Нравятся Ну Вроде Все Нанесение Мы Закончили Теперь Нужно Будет Подождать Минут Где-то 15 Чтобы У нас Маска Подсохла И Мы Будем Ее Снимать Ну Вот Прошло Более 15 Минут И Мы Будем С вами Снимать Эту Маску И Смотреть Насколько Она Эффективна Маска Снимается Немножечко Хорошо Поддеваются Тоже Ну Вот Можно Посмотреть Насколько Эффективна Маска Вот Сейчас У меня Нет Никакой Косметики Довольно Таких В принципе Неплохой Эффект От Данной Маски Но Совет Лучше Всего Наносить Данную Маску На Распаренное Лицо Тогда Упор Будет Легче Ощущаться Так Дальше Что Еще Хочу Сказать То Что Обзор По Вот Этой Косметике Которую мы Сегодня Делали Был Полный Обзор По Ценам По Виду По Составам Еще Много Другой Косметики Которую я Не взяла Которую Здесь В данном Обзоре Не Предоставлено Выпуске 4-3 Нашего Тура По Харгосу Вот Можете Смотреть Там Более Подробно Но Учтите Что Там Все Цены Которые Говорятся Это Оптовые То Естественно Если Будете В розницу Брать Одна Две Штучки То Цены Будут Значительно Дороже Вот Что Еще Хочу Сказать То Что Данная Маска Входит В Наборы Косметики Вот Которые Я Привезла В Прошлую Нашу Поездку Вот Такие Вот Наборы Если Кого Заинтересует То Наборы От Пятиста Денья За Более Подробную Информацию Можете Обращаться В личку Ну Все Всем Пока Увидимся В следующих Выпусках